В Хаджибиевском лимане массово гибнут креветки и рыба. К примеру, со стороны Алтестова к берегам прибило тонны ракообразных и в основном мертвого бычка. Причин удушья может быть несколько. Это резкое повышение температуры и банальное загрязнение воды. К сожалению, такое явление наблюдают ежегодно, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов по Цельсию. Под палящим солнцем ракообразные быстро сварились и протухли, а зловонный запах ощущается за несколько метров. Местные, говорят, к таким заморам уже привыкли. Каждый сезон у берегов села Алтестова на один квадратный метр погибает более 500 ракообразных. Каждый год сероводород получается. В другой раз и креветка, и рыба всплывает, вода нагревается. И получается. А еще вот воняет она. Трава начинает, говорят, дождь туда-сюда. Это не дождь. Трава начинает гнить. А он же ковыряется, там червяков ищет. И начинает тоже вонять. Такая же печальная картина еще несколько дней назад наблюдалась возле объездной дороги. Но сейчас о массовом заморе напоминают несколько удушенных десятков креветок на берегу. Биологи считают, что причиной гибели водных биоресурсов стало общее критическое состояние Хаджбеевского лимана и цветение водорослей, которым аномальная жара как раз на руку. Обычно этим явлением способствует сочетание нескольких погодных факторов, такие как предварительно проходит дождь, после этого происходит резкое повышение температуры воды и обычно стоит штелевая погода. Абсолютно однозначно, что с повышением температуры воды и температуры воздуха, эти заморные явления будут еще не один раз повторяться на Хаджбейском лимане. Наиболее подверженной территорией, наиболее территорией группы риска в этом плане является Полиевский залив Хаджбейского лимана. Из-за того, что в нем ограничен водообмен, и он имеет мелкие глубины по сравнению с остальным лиманом, там эти процессы происходят ежегодно, имеют очень большие масштабы и продолжительное действие. Бой Хаджбейского лимана – сточные воды с полей фильтрации. Огромная фактически канализационная труба каждый сезон опресняет водоем, отравляет его водную фауну и провоцирует развитие вредоносных организмов. Ежегодно, ежеминутно и ежесекундно в акваторию Хаджбейского лимана поступают сбросные воды станции биологической очистки «Северная», которая несет с собой большое количество биогенных веществ. Соответственно, эти биогенные вещества становятся причиной массового развития водорослей, в том числе и синизеленых, после разложения и отмирания которых происходит резкое сокращение кислорода в воде, что и провоцирует массовую гибель донных организмов. Этот замор открыл летний сезон 2020. Но, увы, он далеко не последний. Белги не рекомендуют в это время рыбачить и употреблять в пищу рыбу и креветки. Как минимум, можно заработать аллергическую реакцию и пищевое отравление.